Всем добрый день! С вами опять Игорь. Сегодня в пятой части серии видео «Самое дешёвое отопление» мы будем рассматривать последнюю, так сказать, самую важную часть из четырёх частей теплового насоса. Кто не смотрел, посмотрите сначала те части, которые уже есть, особенно первую, там принцип действия, чтобы вам было всё понятно. ТРВ сегодня будем рассматривать, терморегулирующий вентиль. Он стоит в самом низу системы, если взять вот кольцо циркуляции фреона, да, по часовой стрелке, сверху у нас стоит компрессор, разделяет это кольцо, снизу ТРВ. Вот. И компрессор с ТРВ разделяет это кольцо на две зоны. Зону высокого давления – это конденсатор, зону низкого давления – это испаритель. Назначение ТРВ – пропускать фреон с определённой скоростью, не больше и не меньше. Он следит за этим с помощью своего выносного термобаллона. ТРВ сам следит. Вот. И когда он видит с помощью этого баллона, что испарение в испарителе происходит нормально, то есть температура после испарителя нормальная, он приоткрывается, пропускает ещё больше фреона, пока температура не начнёт падать, то есть чем больше фреона, тем больше будет падать температура. То есть он как бы не успевает испаритель его испарять, тогда он закрывается, если он видит, что много фреона. Ну и он там находит свой режим, сам автоматически подрегулируется. Это как карбюратор, автоматический карбюратор автомобильный, да. То есть карбюратор мы крутим или давим на педаль, регулируя подачу бензина. А тут он сам регулируется, как бы реагируя на испарение фреона. Он видит с помощью своего термобаллона выносного, как испаряется фреон. И таким самым образом он себя сам как бы регулирует, открываясь или призакрываясь, или приоткрываясь. То есть полностью он не открывается, полностью он не закрывается никогда. Он может только полностью открываться. Вот так вот он работает. Вот как вот вблизи всё выглядит. Вот, собственно, этот термобаллон ТРВ. Он примотанный к трубе, такой медной шиной. Контакт его с трубой термобаллона должен быть максимальным, чтобы он хорошо чувствовал температуру трубы. Потому что он реагирует именно на температуру. Стоит он на трубе всаса в компрессор. Это уже труба входит в компрессор. Вот, связан он вот такой вот капиллярной тоненькой трубочкой с самим своим ТРВ. Это, так сказать, и есть часть ТРВ. Вот. Вот она, эта трубочка. Она идёт, идёт вниз и входит. Вон наш ТРВ. Вон он, да. Сверху, вот вы видите, ближе к стене, вот она. Вот, это вот диафрагма, на которую давит термобаллон. Расширением или сужением фреона в нём после испарителя. И реагирует, давит он дальше на эту иглу диафрагма. Ну и, соответственно, открывается или закрывается. Вот так он работает. Вот это закрыто, таким напёрстком закручена регулировка. То есть, его ещё можно и подрегулировать. Вот, если у вас не хватает заводских настроек, вы вот эту штуку откручиваете. Там винт такой специальный есть. И без разгерметизации всей системы можно регулировать это ТРВ. Сюда снизу вставляется труба, это конденсатор подходит сюда. Это вход в ТРВ. Вот это вот торчит справа. Это выход. Вот это выход. Выход с ТРВ, это уже идёт в испаритель. Вот, вот здесь на входе, на входе вставляется вот такая, сейчас покажу, где она. Вот такая вот дюза. Это сменная вставка под определённую мощность. Вот так она вставляется. То есть, ну вот так вот снизу вот эта труба, которая подходит к ТРВ. И туда вставляется сначала внутрь корпуса вот эта вставка, потом развальцовывается труба вот на вот эти фаски. Вставляется труба и закручивается гайка, зажимает его там. Вот эти дюзы, они идут по мощности. 0, 1, 2, 3. Это соответствует определённой эти цифре мощности. То есть, корпус ТРВ, он одинаковый на любую мощность, там 10 кВт, 2 кВт, 15 кВт, одинаковый корпус. А вот эти дюзы, они идут сменные под определённую мощность. Вот это то, что стоит игла, вот эта. Видно, на которую давит мембрана. Она открывается тут проход или закрывается. Приоткрывается или при закрывается. Вот такое вот его устройство. Да. Вся система у меня работает на R22 фреоне. Считаю, это самый оптимальный фреон для самодельного теплового насоса. Работает он на обычном минеральном масле. А значит, вам и ТРВ, и компрессор надо брать на R22 тоже. Ну, то есть, на тот фреон, который у вас и будет циркулировать. ТРВ и компрессор надо брать под тот фреон. Оно там и пишется, в принципе, на сайтах. Вот эта коробочка от ТРВ. А там еще инструкция есть. Ну, видно, что снизу вот под штрих-кодом ALCO написано. Кстати, на ТРВ не экономьте. Это очень важный узел теплового насоса. Он должен работать корректно. Возьмите лучше качественный какой-то там. ALCO, Danfoss тоже неплохой. Ну, мне сказали, там, где я брал, что ALCO лучше. Даже за Danfoss. Не знаю, правда ли это. Ну, так мне сказали. Но оно дороже, правда, ALCO дороже был. Вот. Вот видно на R22 он работает. Или R422. Ну, это его заменитель. Температура его работы, диапазон работы от минус 45 до плюс 20. До плюс 20. На это тоже надо обратить внимание, чтобы в этот диапазон входила температура вашей воды. Со скважины или там с колодца, откуда вы будете. То есть температура вашего испарения. В этот диапазон она должна входить. Вот. Ну, вот такой вот ТРВ. О, какие еще бывают ТРВ? ТРВ бывают электронные. Они называются ЭРВ. Электронный ТРВ. У него большая цена, намного больше. Но его преимущество в том, что у него намного больше диапазон от этой температурной работы. Там практически он ничем не ограниченный. Если ТРВ такие механические на определенный диапазон работы, то электронный ТРВ можно настроить любым образом. Он там, ну... Ну, он мне не нужен, в принципе. Мне сойдет и такой. Вот, он у меня стандартная система. Вот. Бывают еще ТРВ с внешним уравниванием. И ТРВ с внутренним уравниванием. У меня ТРВ стоит с внутренним уравниванием. То есть, внешним уравниванием там еще идет с корпуса ТРВ медная трубка, которая вваривается, выход такой, да, с ТРВ выходит. И вваривается аж возле термобаллона. Где-то тоже на входе в компрессор. Вот. Ну, работает он и, в принципе, одинаково. Я не знаю, для чего там это внешнее уравнивание. Вот. По-моему, это... Ну, для моего теплового насоса, насколько я понимаю, это для разных режимов работы. Чтобы, когда меняется резко какой-то режим работы, то, чтобы он быстро реагировал. Ну, у меня режим не меняется. У меня температура воды в скважине, она постоянно. Она как была у меня плюс 11, так она и до конца зимы плюс 11. Она не меняется. Поэтому мне этот... Такой ТРВ мне не нужен. Лишняя пайка, лишний стык, лишняя возможность утечки. Для чего она надо? Вот. Вот. Вот то, что я хотел рассказать про ТРВ. Да. Гильзу я показал визу. Вот. Ну, вот на этом видео, да, закончим мы обзор основных частей. Но есть еще будет видео про не основные части, дополнительные, так сказать, навеска. Вот. Вот это фильтр-осушитель. Его тоже надо поставить. Он там, ну, он фильтрует, понятное дело, ваш компрессор. Он все равно намелит какую-то грязь. Там металл, трение металла, еще что-то. И эта грязь, она где-то должна оседать. Поэтому фильтр-осушитель надо. О, или влага какая-то там может остаться, то тоже его заберет. Смотровое стекло, рекуператор, манометры, термометры. Вот заправить тоже, как заправить можно без манометра. Вот это и надо будет еще создать видео. Такое сделаю. Вот. По таким дополнительным частям теплового насоса, которые упрощают нашу жизнь. Регулировку теплового насоса, заправку, ну и все такое. Так что ждите следующего видео. Если что-то непонятно по ТРВ, я что-то не сказал, что-то забыл, есть какие-то вопросы, пишите под комментарием. Постараюсь ответить. Ну что, все, сейчас не могу запомнить, что мне надо сказать. Что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видео и по тепловому насосу, и по другим. Вот. Ну как-то на сегодня все. Всем пока. До следующего видео.